Авторский проект Андрея Усенко. Разговор по делу. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Разговор по делу». Веду я, Андрей Усенко. У меня сегодня очень интересный гость Максим Кочкин, руководитель футбольной школы «Юниор» в Кирове. Максим, здравствуйте. Добрый день всем слушателям. Добрый день, Андрей. Рад, чтобы оказался у вас в студии. Взаимно. Я приглашаю гостей, с которыми мы разговариваем о том деле, которому они посвятили или всю свою жизнь, или часть жизни. Стараемся разобраться, почему так произошло, что им нравится, что увлекает. Разбираем детали того дела, которым они занимаются. Потому что зачастую мы этих людей знаем, как и вас многие знают в городе, но видят только некую внешнюю картинку. Мы с вами постараемся сегодня погрузиться немножко внутрь того дела, которым вы уже сколько лет? Шесть. Уже шесть лет занимаетесь. Футбольная школа. Начнем со стереотипов, которые я люблю в рамках программы разрушать. У нас профессиональный-то футбол с точки зрения бизнеса так себе история. Только потребляет и очень мало генерирует, даже на профессиональном уровне. А здесь детский футбол и, ну, это бизнес. Потому что, собственно говоря, там школа футбольная. Мы привыкли считать, что это такие социальные истории. На самом деле для вас это бизнес. И если шесть лет, то значит успешный, несмотря на все сложности. А для вас вот что это? Вот для вас, для Максима, человека, который удивительную историю создал, мы поговорим еще об этом. Вот внутри как вы сами к этому относитесь? Сначала, когда я только начинал заниматься этим делом, для меня это было в качестве хобби. Попытка самореализоваться в какой-то сфере практически незнакомой для меня. А было что-то другое? То есть занимались чем-то другим, а это так, увлечение? Да, я работал в сфере банковских услуг. Работал с корпоративными, ну, то есть организациями в корпоративном отделе. Предлагал расчетные кассовые обслуживания, кредиты, депозиты. И для меня это был совершенно какой-то новый этап. И после, наверное, спустя какое-то время, естественно, это превратилось в основной вид деятельности, в работу, в бизнес. И хотелось бы, наверное, как-то научиться больше делегировать и, возможно, отойти от какой-то организационных каких-то моментов, от рутины. Выйти из операционки. Из операционки, да, но честно, меня это не отпускает, потому что, наверное, пока этим я и живу. Это, наверное, большую часть моего времени занимает. Ну, этому надо учиться. И я постепенно учусь. Этому бизнесу, имеете в виду? Вести бизнес или чему учиться? Нет, уметь правильно выстраивать структуру, делегировать, настраивать процессы, регламенты. То есть даже в футбольной школе, несмотря на то, что кажется, ну, что там такого? Это все надо делать. И вот к этому мы постепенно идем. Я пытаюсь сейчас совместить пока два, так скажем, две роли. Это роль тренера и роль руководителя. Абсолютно разные, с одной стороны, роли. Но что мне это дает, как я считаю? Роль тренера мне дает понимание, чему надо учить детей. Что мне требовать с тренеров? Как найти подход? Где-то дать совет? Роль руководителя мне дает правильно выстроить, как-то распределить время, когда и где запускать новые группы, где открывать новые площадки. То есть это мне позволяет уже, так скажем, двигать бизнес наш дальше и как можно больше детей привлекать, чтобы они занимались. Ну, вот, Максим, могу вам точно сказать, у меня много здесь было гостей в программе. И все они, наверное, мечтают выйти из операционки. Это миф, да? При этом этому учат все, кому не лень, там, какой бизнес-коуч-тренер не открой, там, выйти из операционки. Вот я еще не видел ни одного человека, который бы честно сказал, я вышел из операционки, живу припеваючи, и вот эти, знаете, как на картинках, там, да, на яхте плаваю, а здесь все работает. Без меня, да. Да, не знаю, не видел такого, если вы увидите, познакомьте, я тоже буду очень рад. Что такое сейчас футбольная школа юниор в Кирове? Что это? По масштабам. Количество, сколько, чего. На данный момент у нас 8 филиалов занимается на февраль месяц, занималось 740 детей. 740? 740 детей. Слушайте, а возраст какой? Вы же с 3 лет берете, да? От 3 до 16. Уникальная история. Я сам к вам мальчишку своего в 3 с небольшим привел, и когда эти карапузы чуть больше мечат, как это, недавно научившись ходить, по сути, они там начинают уже гонять, это же особая методика, да, у вас вот это было. Да, многие школы работают с 4 лет, с 5 лет, или даже с 7. У нас именно методика по работе с 3-летними ребятами, она заключается, ну, она достаточно простая. Заключается в том, чтобы проводить все в формате игры, в формате сюжетных, подвижных игр, чтобы они, так скажем, на их доступном языке им все это доносить. Они привыкли играть, это их особенность. Естественное состояние, да, да. Естественный процесс для них, поэтому все в форме игры. Поначалу родители считают, что это возможно. Ну, что они там, баловаться будут, бегать, играть. На самом деле, нет, мы же с помощью этих игр добиваемся определенных задач поставленных, то есть реализации их. Слушайте, ну, вот 3 года, я помню, опять же, не обойтись без личных воспоминаний. Там у вас не столько тренера, ребята-то, сколько воспитатели, а то иногда и нянечки. Поначалу, да, это очень непростое, так скажем, дело работать с маленькими, с трехлеточками. Надо быть тренеру и аниматором, и психологом, и в то же время воспитателем, да, где-то рассказать, что вот так нельзя, так можно. А почему? И объясните правила техники безопасности, потому что можно спокойно упасть. А где-то надо быть и хозяюшкой, убрать то, что произошло во время тренировки. Где-то, может, вода пролилась, а где-то, может быть, ребенок неожиданно сдержался. Но, с другой стороны, надо уже и тренером становиться. Они должны понимать, что, собственно говоря, вот есть тренер. Для меня было важно, потому что родительское воспитание это родительское, а тренер, я по себе помню, это некая внешняя фигура, которая... И вот здесь ведь сложная история. Можно, ну, есть авторитет такой должностной, да, то есть я тренер, я там главный. Есть авторитет завоеванный, заслуженный даже, я бы сказал, да. Там не потому, что я там просто тренер, я главный, а потому что я больше вас знаю, умею. Вот здесь, Максим, сложный вопрос, который я задаю практически всем, кто приходит ко мне в гости. А где вы берете этих людей? Персоналы, кадры сейчас там, наверное, ну, самая сложная проблема. Не учат же, вот, на... Нет профессии тренер-воспитатель там, да? Где ребят этих берете, замечательных, которых у вас там... Сколько тоже целая команда? 20, да, 20 человек. На самом деле сложно сказать, как они появляются, потому что это, наверное, какой-то случай, или, может быть, как-то говорится-то... Случайность, или что там, волшебство? Да, случайно происходит, что мы находим друг друга. Кто-то изъявляет желание попробовать себя, не имея опыта, и мы учим. То есть у нас есть определенная программа по обучению, именно вот с трехлетками, там, и до 16 лет. То есть они проходят обучение через нашу платформу, постепенно мы их вводим как стажеров, чтобы они уже чувствовали эту ответственность на практике и смотрели, также перенимали опыт уже более опытных тренеров. И если есть какой-то опыт у тренера, который к нам приходит, вот недавно пришел человек, там, с шестилетним опытом, то, естественно, ему гораздо проще, быстрее влиться, пройти нашу программу, понять, как бы донести до него особенности, наши ценности, и, в принципе, начинают быстро работать. Что на выходе? Вот что, кузница профессиональной лиги или, как это сказать, ну, физкультура, условно говоря? То есть вот вы, как руководитель компании, не в качестве бизнеса результат, а в качестве, ну, собственно, миссии, наверное, да? То есть что для себя формулируете? Наша задача, у нас даже такой слоган, футбол, который нравится детям. В первую очередь это футбол, который будет нравиться большинству ребят. Неважно, какого он уровня подготовки, когда он к нам пришел, совсем он начального уровня или он уже продвинутого, это в любом случае должна быть секция, которая ему будет нравиться, куда он будет бежать. Как этого добиться? То есть, соответственно, мы делим по уровню подготовки. Новички у нас занимаются отдельно, у них более простая программа, более продвинутые ребята уже занимаются по более сложной программе. Ну и, соответственно, сборные, которые у нас есть, они действительно уже получаются на таком высоком уровне, стараются тренироваться, с них больше требований, наверное, можно так сказать. Но они и сами уже к этому идут, они сами знают, чего хотят. Они больше... Если каждого из них спросить, они скажут, я хочу быть футболистом. Поэтому я думаю, они понимают свои цели, как к ним идти, как этого добиваться. И тренеры, несмотря на то, что нужно где-то жестче спрашивать, всегда все равно по-человечески относятся к детям, потому что это дети. Что считаете вот за эти шесть лет профессиональными достижениями в футболе? Не в бизнесе, а с точки зрения футбола. Что там сборные команды, я опять же знаю, да, много очень ездят ребята там, даже мы успели поездить там по всему ПФО. Это, кстати, очень классно, потому что расширяет кругозор, ну, в целом, да. И самое главное, дети совершенно спокойно начинают к этому относиться. То есть для них это нормальное состояние участвовать в турнирах. Вот профессиональные достижения, что к ним относите? Ну, начну издалека, так скажу. Да, самое интересное, действительно, это ездить на турниры. Для родителей это всегда возможность куда-то съездить, отдохнуть, поболеть за своего ребенка, потом погордиться им, да, то, что вот, мы съездили на турнир, мы попали в сборную или еще куда-то. Для детей это, естественно, возможность как-то адаптироваться к непривычным условиям, поиграть с соперниками, которых ты никогда не видел, в какой-то, возможно, стрессовой ситуации побывать. То есть все равно определенная зона развития, которая, так скажем, может создаться в этих обстоятельствах. Что с точки зрения профессиональных успехов? Наверное, о том, что нашу школу узнали в других регионах, в Москве. С нами познакомились многие академии, которые нас приглашают на турниры. Одним из самых значимых, наверное, событий, это был прошлый год, если не ошибаюсь, когда мы, наша команда 14-го года рождения ездила в Москву на так называемый Кубок России по 14-му году рождения. Там было, не совру, 32 где-то команды. И в полуфинале с ЦСКА Москва, проигрывая 0-2, 3-2 мы выигрываем и выходим в финал. 14-й год. 14-й год рождения. Это было 8 лет ребятам. И, наверное, это было тогда такое значимое событие, потому что ЦСКА тогда на тот момент никому не проигрывала. Все турниры были за ними. И они такие, ребята, вы вообще откуда? Из какой дыры вы приехали и начали нас выигрывать? Да мы вообще не проигрывали, нам нужен реванш. Ну, в общем-то, так случилось, что мы выиграли. И о нас узнали в нашей команде, стали приглашать, познакомились с тренерами из других академий и школ. И уже, так скажем, стали тесно сотрудничать в том плане, что приезжать именно на сильные турниры, потому что это определенный рост тоже для ребят. не играть там, условно, в Кирове, где можно выигрывать большую часть команд, а именно играть с сильными, где совершенно по-другому тренируют, где более отборные дети, и где приходится где-то пересиливать, перешагивать через себя, чтобы соревноваться. Да, соревноваться. А что происходит вообще в футболе с точки зрения детского футбола, популярности, привлекательности, даже за те шесть лет? Шесть лет это же получается с захватом чемпионата мира, чемпионата мира 18-го года, то есть у вас как раз 16-го. Ну, тем более, произошел тот рост популярности, для которого и проводили там чемпионат мира. Вообще, что вот здесь? Больше детей, меньше, больше нравится, меньше нравится. Что с современными детьми? Вообще, они же все в гаджетах. Есть такое. Это одна из, наверное, родительских проблем. Поэтому детей, чтобы чем-то занять, и приводят в какой-то спорт или еще куда-то. Мы на тот момент, нам было где-то год, когда был чемпионат мира, ну, может быть, полтора, и, возможно, на тот момент где-то у нас детей 300 уже занималось. Мы такими достаточно быстрыми темпами росли, и тогда еще у нас вот каждый август-сентябрь это там почти x2 было по количеству детей. То есть было там сначала 100, потом бац, уже там 200, потом хоп, уже 400, вот какими-то такими темпами. На тот момент, когда был чемпионат мира, поток заявок был нереальный. То есть прям, ну, каждый день штук по 30 нам шло заявок. Причем разных возрастов. От двух лет до там 18. Молодые парни там 18-19 лет писали, а можно ли к вам во взрослую команду попасть. Ну, какой-то бум прям такой был, действительно. И на тот момент мы хорошо выросли, у нас стало больше детей заниматься, и, наверное, это все благодаря тому, что действительно и чемпионат мира был, и наша команда достаточно неплохо выступила. Все помнят и Усы Черчесова, и возгласы Дзюбы. Ну, молодцы, молодцы. Да, ну, это было здорово. Поэтому это, мне кажется, дало нам какие-то плюсы определенные, и то, что стали больше интересоваться футболом. Ну, и чемпионат мира в этом году, в том году, тоже, как обычно, его смотрят, болеют, и дети уже, кто занимается футболом, они прям выбирают себе кумиров, любимчиков, или запоминают какие-то голы, и потом этим делятся друг с другом. Ну, это как после первого января, да, приток клиентов в фитнес-клубах. У вас-то они остаются? Или вот какие колебания? Записались, отписались там? Или уже остаются в основном? Все по-разному, но у нас в основном остаются. То есть понятно, что то клиентов какой-то бывает, бывает, ребенку не подходит вид спорта, или он не заинтересован, но это не так часто бывает. Чаще именно просят куда-то записать, а у нас бывает мест нет. 740. 740 детей, ну, это много. Это сколько групп-то получается? По 20, ну, даже не по 25. Ну, больше 40 групп. Большое количество. Сколько площадок уже занимаете по городу? 8 филиалов. Было, наверное, можно сказать, и 9, но бывают всякие случаи. Площадка, к сожалению, в новогодние праздники не выдержала давления снега, поэтому... А, это все, я понял. Видел недавно, да? К сожалению, сейчас пока меньше, но надеемся, что площадки будут дальше появляться в разных районах города, потому что родители заинтересованы. И сейчас не только дети ленивые бывают, но и родители, которые не особо куда хотят возить ребенка. Им надо, чтобы все было в их доме, а лучше вот прям, чтобы можно в халате было привезти ребенка куда-нибудь в подвал. Он потренировался. Ну, в общем-то, надеемся, что мы сможем больше филиалов открыть по разным районам, чтобы это было в шаговой доступности у большинства. Ну, давайте, про планы поговорим еще чуть позже, но намерены расти еще. То есть это не конечная, там, точка 740. Будете расти дальше. Ну, цель полторы. Вообще можете оценить, ну, не единственная же школа, да, есть государственная, есть, по-моему, там еще кто занимается. Вообще, ну, можете оценить количество, например, детей, которые, ну, вот, условно говоря, там, занимаются футболом сейчас? Большое это там... Вот если брать прям, начнем 16-17 год рождения, ой, год рождения, говорю, год, и, к примеру, вот 23-й год текущий, то количество школ увеличилось. Безусловно, увеличилось количество занимающихся. Я думаю, что, наверное, ну, не соврать, наверное, раз в пять увеличилось число занимающихся, если не больше. То есть дети все равно становятся, получается, более вовлеченными. Потому что я не думаю, что это только с футболом происходит. Я думаю, что это все... Ну, в футболе, может быть, благодаря, опять же, чемпионату, значительный прирост, но, значит, во всех. Вот, слушайте, мало времени, про бизнес еще поговорим, но сейчас все-таки спрошу, опять же, вопрос, который задаю всем, кто работает с детьми. Какие они сейчас? Вот мы же все... Вот это вот гаджеты, да вообще ничего им не интересного. Какие они? Они разные. Вот, честно, есть такая проблема сравнивать детей с другим, а вот он бежит быстрее, а ты что не бежишь? И, ну, вот, родители любят сравнивать. А они же все развиваются по-разному. И также точно в увеличениях. Дети разные. Кому-то нравится футбол. Я завидую родителям, у которых ребенок бежит на тренировку или дома мечом пинает по стенам. Потому что, как бы я ни старался, как бы я ни умолял или находил подход и показывал своим примером, ну, мой, ну, не хочет этим заниматься. Ему интереснее животное, ему интереснее пообщаться с девчонками, какие-то поснимать видео, приготовить какую-то еду. То есть вот другого формата человек абсолютно. Младший, например, хочет танцами заниматься. Говорит, да я не хочу футбол, я хочу танцы, мне нравится музыка, я люблю двигаться. И по нему это видно. Поэтому я, честно говоря, завидую тем родителям, которые говорят, ой, да мой бестолочь там вообще не может ни бежать, ни прыгать. Да он у вас на футбол ходит, вы радуетесь, он у вас кайфует от этого. Дети любят некоторые гаджеты, действительно. И кто-то пытается ограничивать в течение дня, вот кто-то договаривается, что, например, там полтора часа сегодня гаджет и тренировка полтора часа. Кто-то обожает футбол и занимается футболом там по два-три раза в день бывает даже. И в свободное время просто отдыхает с телефоном. Поэтому они во всем разные. Что в темпераментах, что в увлечениях. Хорошие. Ну дети, они как невинные дитя, как говорится. Они всегда классные, разные. Дикие, а есть милые. Не устали за шесть лет? Бывает определенное выгорание присутствует какими-то моментами, от того, что ты заново, доходишь до какого-то уровня, появляется новая группа, и ты понимаешь, что все с самого начала, вот все с самых азов нужно, вот, вот, да просто что руками... Опять по новой. По новой, да. Руками мяч, не надо дрогать. Ну как ты, не понимаешь. И ты думаешь, да ладно, ну как бы это же ребенок, ну... И начинаешь. С одной стороны, это здорово обратно окунуться вот в самое начало с трехлетками, когда ты играешь, ты сам двигаешься, выходишь с тренировки, весь потевший, думаешь, ну вот, никакой фитнес не нужен. Ну это здорово. Но, конечно, бывают какие-то ситуации, когда что-то не получается или идет не по плану, какое-то выгорание, но там легкие каникулы, легкое переключение внимания, путешествия или поездки, они отвлекают, и ты возвращаешься с новыми силами, а когда тебя еще... Ты приезжаешь и начинают, нам нужно это, нам нужно то, Максим, туда-то, Максим, сюда, позвони. И ты такой, так, все, без меня тут не справиться, берем, надеваем костюм супермена. Возвращаемся в операционку. Да, да, да. Немного осталось времени до перерыва. Планы, перспективы, намерения, куда, что, что у вас как у руководителя в голове с точки зрения развития? В первую очередь, хотелось бы увеличить количество занимающихся, но на текущий момент это сложно, ввиду того, что не так много объектов, где мы могли бы заниматься, то есть не хватает инфраструктуры. Поэтому я думаю, что это должно идти параллельно. Да, какие-то площадки, строить свои, объекты, что не так-то просто. Но готовы даже на строительство своих проектов, на создание? Мыслями мы уже года три-четыре готовы. Тут вопрос с землей, с финансами. Хотя есть желающие помочь, но где-то есть, например, там земля, но она там далеко, и понятно, что сложно будет детям добираться. А где-то есть финансы, но нет земли. И вот думаешь, как-то вот все Воспользуйтесь случаем, пригласите, если кто-то из слушателей хочет, как это сказать, у себя во дворе построить для своего ребенка, то пусть обращается к вам и вместе построите. Да, построим, заполним, все сделаем, потому что опыт уже, так скажем, в разных объектах есть по заполнению, по времени. Хорошо. Какие еще планы? Планы? Что видите с точки зрения развития бизнеса, то есть задачи какие? Хотелось бы, конечно, как я и сказал, больше создать кадров качественных, которые могли бы, наверное, дальше куда-то расти сами, чтобы у них, так скажем, сначала была достойная замена, а вот те, кто уже с опытом, могли куда-то двигаться дальше, возможно, попробовать себя в крупных академиях в других городах. Но это вопрос, опять же, времени. Надо смотреть. Кадры, как говорится, есть, но их не так просто найти. Это действительно тренеры. Есть, кто приходит готовые, с которыми можно чуть-чуть поработать, а есть те, с которыми нужно долго упорно подсказывать, говорассказывать, проводить сборы, делиться опытом. На самом деле, план с точки зрения бизнеса, мы думали, возможно, даже пойти в какое-то производство детской обуви, потому что с уходом некоторых брендов с этим возникла определенная проблема. И футбольные обуви не так стало много и качественной. Поэтому была мысль заняться производством такого обуви. Вы как настоящий предприниматель ищите все возможные ниши, которые только могут прийти в голову. Прервемся на небольшой перерыв, на рекламную паузу. Это программа «Разговор по делу». Веду я, Андрей Усенко. У меня в гостях Максим Кочкин, руководитель футбольной школы юниоров Кирове. Через несколько минут после рекламы поговорим о бизнес-составляющей школы. Не переключайтесь, скоро вернемся. Возвращаемся в студию. Программа «Разговор по делу». Веду я, Андрей Усенко. В гостях у меня сегодня замечательный человек Максим Кочкин, руководитель футбольной школы юниор в Кирове. Увлеченно мы с вами, Максим, до паузы разговаривали о детях, о футболе, обо всем, но это все-таки бизнес. И бизнес, которым вы занимаетесь несколько лет, значит, он успешен. Как делать бизнес на детях? Вот такой вот циничный вопрос. Казалось бы, на самом деле нет. На самом деле я не хочу узнавать, формулировать именно так, но это ведь то, что вам приходится сочетать. С одной стороны, забота о детях, 740 подопечных, это большая такая очень группа. Но с другой стороны, все равно бизнес, что с точки зрения бизнеса? Успешен? В чем сложности? Вот бизнес, составляющая этого процесса для вас, что? Меня когда спрашивают, как вообще вы делаете бизнес на детях, вообще не стыдно ли это? Я начинаю просто рассматривать другие сферы из жизни. Ну, например, вы же ходите, например, в зал фитнесом заниматься. Мы же покупаем продукты в магазине. мы покупаем продукты, мы ходим к стоматологу, вы же не пойдете к стоматологу там, условно, без образования и там, в подворотник куда-то. Вы пойдете качественно, потому что вы хотите доверять ему и хотите, чтобы он сделал вам все нормально. Здесь, на самом деле, Максим, я тоже периодически сталкиваюсь с подобными ситуациями. Здесь вопрос, ну, даже по-другому несколько. Если я не сделаю бизнес, то дети не будут заниматься футболом. Ну, то есть, тут выбор-то не между тем, за деньги или без денег. Тут выбор или за деньги, или нет. Вот, как бы, он гораздо проще. С учетом того, что вы делаете это профессионально, мне кажется, тут провокационный был вопрос, но мне больше интересно про сам бизнес внутри. Это действительно бизнес? Вы и так к нему относитесь? То есть, там, параметры окупаемости, бизнес-планы, там, расчеты? Вот это. Естественно, каждый месяц мы там подводим итоги, смотрим, что удалось, что не удалось, где, что проседает, какие группы, где, например, лучше рекламу подкрутить, добавить, чтобы был больше поток ходящий. То есть, понятно, что мы оцениваем о том, то, что нам позволяет существовать, приход денег, да, там, какая-то рентабельность. К сожалению, проблема нашего бизнеса это высокая аренда площадок, так как у нас нет своевых помещений, нам приходится арендовать. И, несмотря на достаточно высокую стоимость, если сравнивать с другими какими-то школами, на выходе получается не такая большая сумма прибыли, чтобы что-то позволить себе дальше расти или как-то строить. Поэтому вот вариант у нас пока один это увеличивать количество как-то детей, чтобы наша прибыль росла, чтобы мы как-то могли начинать откладывать средства для строительства своего объекта. Если раньше, так скажем, мы могли, ну, у нас рентабельность была в районе 30%, то сейчас она опускается все ниже и ниже ввиду того, что количество занятий у детей увеличивается, количество, соответственно, арендованного времени тоже увеличивается. А стоимость абонемента просит ее снижать, либо она остается, соответственно, мы, получается, теряем в маржинальности. И для нас выход один набирать всегда больше-больше-больше новичков, чтобы хоть как-то окупать затраты на сборная группа. А сборная группа, они, соответственно, не приносят прибыли, они работают либо в ноль, либо в минус. Ну, это как раз профессиональные уже, условно, по мере возможности, это как раз увлеченные ребята, которые, собственно говоря, как раз с мотивацией играют, правильно? Да, да, то есть это тех, кого мы ведем каким-то уже спортивным достижением, возможно, первым их разрядом, и есть ребята, которых уже приглашали и другие академии, то есть это тоже определенная гордость за нашу работу, за них, что они этого добились. И в то же время нас это подстегивает и как-то вдохновляет, что все не напрасно, что есть результаты, есть достижения. Да, это бизнес, пусть не самый прибыльный, но я не скажу, что мы гонимся за миллионами. Наша задача вот дать как можно больше возможностей ребятам заниматься, а если мы это делать будем хорошо и правильно, то и доходность и прочее все придет. Сколько лет видите себя в этом еще? Ну, есть же какие-то внутренние вот эти истории, да, там, ну, вот, что по ощущениям? Хороший вопрос. Честно говоря, недавно крутил эти мысли у себя в голове и не могу пока понять. С одной стороны, я понимаю, что там 50-летний мужчина не будет, наверное, с детьми бегать и вот так, как аниматор, и скакать. И в то же время, как руководитель, как директор, как человек, который управляет, это все возможно. Поэтому вот за этот период, наверное, за какой-то там срок 5-10 лет, наверное, моя задача все-таки систематично и все организованно сделать, чтобы все работало как швейцарские часы, как говорится, чтобы у нас было все построено, начиная от обучения сотрудников до их задач, до их, чтобы без меня каждый знал, что делать, в случае чего. И, наверное, дальше уже, возможно, что-то другое направление какое-то, как я и сказал. Ну, в банк вернуться не хочется? Ой, звали, но нет, спасибо. Слушайте, а юниор — это же франшиза, да, бизнес по франшизе. Бытует в России мнение зачастую, что, ну, зачем? Ну, я там натаскаюсь, быстренько опыта наберусь там, да, и свое открою, зачем кому-то что-то отчислять там, да? Как вот тут ощущение? Франшиза — это все-таки для вас там обременение, которое вы там несете, да, или это помощь? Что это? На начальном этапе это была колоссальная помощь. Учитывая, что не было опыта, не было понимания вообще ведения бизнеса, то я получил огромную поддержку не только от центрального офиса, который давал нам материалы различные, но и от других коллег, которые там в чате находились. То есть спустя время действительно есть некоторые франшизи, которые выходят из франшизы, занимаются своим там новым брендом, считают, что им этот бренд уже все дал, и они будут развивать ее дальше самостоятельно. Но мы не выходим, потому что мы до сих пор ощущаем и плюсы определенные, которые нам дает центральный офис, и нововведения. И за счет вот этого нашего масштаба у нас есть определенные возможности, которые не всегда есть у более мелких школ. Поэтому если так брать соотношение вложенных денег за франшизу, ежемесячные платежи и то, что нам дается, я считаю, что это нас устраивает. То есть нормально, терпимо. Завершение программы, Максим, буквально две минуты. Философия бизнеса от Максима Кочкина. Вот такое внутреннее послание тем, кто занимается бизнесом, тем, кто хочет заниматься бизнесом. Внутренняя философия бизнесмена Максима Кочкина. Ох, поначалу, мне кажется, это мне так тяжело удавалось. Даже сейчас тяжело дается. Но, наверное, научиться распределять обязанности сразу с первого, с самого начала. Заниматься тем, что тебе нравится. Заниматься любимым делом, хобби, которым ты будешь гореть. Ну и сейчас это тренд уходить в онлайн. Возможно, чтобы всегда присутствовал, была возможность бизнеса вести, удаленно работать, вести онлайн. И, наверное, одно из важных для меня, это вот действительно научиться структурировать, делегировать. Я бы просто советовал, наверное, больше уделять времени семье и счастливым моментам. Завершаем, Максим. В общем, я не знаю даже, что сказать. Максим, завершаем. Это была программа «Разговор по делу». У меня в гостях был Максим Кочкин, который мечтает выйти из операционки, на котором, я боюсь, с таким отношением к делу это не удастся. И это замечательно, что есть такие люди, которые создают такие бизнесы, в которых благополучателями, как любит говорить наше государство, является 740 детей и огромное количество их родителей. Максим, вам успехов. Знаю, как вы горите и болеете этим делом. Искренне рад тому, что у вас все получается. Пусть получается и дальше. А если найдется тот, кто захочет и поможет вместе с вами построить новую площадку, а может быть не на одну, мы будем рады, наверное, все в этом городе. Спасибо, успехов, до новых встреч. Спасибо, всего доброго.